добрый вечер всем кто там присоединился израиль сейчас переживает нелегкие времена и будет каком-то смысле не то чтобы утешительно но по крайней мере как-то может быть вселить надежду описание того как был повергнут один из врагов израиля который стремился уничтожить еврейскую веру антиох 4 эпифан и мы сегодня как бы сделаем такой синопсис своего рода прочтем три сообщения три разных сообщения о смерти антиоха эпифана в маковейских книгах я назвал это занятие маковейский расимон я думаю что многие у нас слушает сейчас будут слушать потом помнят известный фильм фильм акира курасавы ворота рассимон вот где который создан на основе нескольких рассказов японского писателя гудагавы вот и там как бы разбиралась детективная история где приводились разные четыре разных версий о том как произошло некое убийство вот у нас нет четырех версий у нас будет три версии вот правда мы упомянем некоторые версии в качестве четвертой которые существовали более позднее время у грейко-римских авторов и у флаве иосифа вот и чтобы не откладывать дело в долгий ящик некоторые из этих текстов мы уже читали но мы прочтем еще раз да я напомню что антиоха эпифан это печально знаменитый селевкидский царь который свел на нет все привилегии которыми обладал еврейский народ как при власти птолемеев из египта так и при власти селевкидов когда антиох третий отец антиоха эпифана завоевал эра цисраэль и подтвердил все привилегии религиозные религиозную автономию антиоха эпифан свел то на нет судя по всему он был одержим идеи панглицизма а кроме того видимо был человеком не очень уравновешенным о чем свидетельствуют разные авторы не зря его хотя сам он себя называл эпифан то есть богоявленный фактически но его называли как бы насмешку эпиман то есть антиох безумный потому что поступки его часто действительно были продиктованы какими-то совершенно нелогичными причинами вот он занял трон в 175 году до новой и 164 умер за эти годы успев достаточно наследить в истории чтобы запомниться на века и вот мы с вами сейчас как раз будем читать рассказы его смерти чем мы раз читаем рассказы его смерти потому что во второй маковейской книге раз дошли до этого эпизода но при этом при этом я сначала возвращаюсь в так называемые так называемое вступление маковейскую книгу которую мы уже читали где тоже было описано было тоже описано смерть антиоха эпифана и это совершенно необычное описание не имеющая аналога ни в каком другом источнике да мы смерть антиоха эпифана щедро описывалась маковейские книги наиболее древние источники но мы имеем сообщения повторяю разных авторов греческого и римского происхождения римской эпохи вот такие авторы как опион прошу прощения опиан как как полибий и некоторые другие то что описывается здесь мы увидим что оно имеет некоторые исходные черты с их описаниями и с описаниями первой маковейской книги но они но как бы обладают какими-то совершенно самобытными чертами и так что здесь сказано избавленные богом от великих опасностей мы торжественно благодарим его как бы сражавшиеся против царя так как он изгнал ополчившихся на святой град подразумевается антиоха эпифана его окружение его воинство ибо когда царь пошел в персию и с ним войско которая казалась непобедимым они поражены были в храме на ней через обман употребленный жильцами на ней значит на ней более правильная транскрипция значит что это что это конкретно что это конкретно был за храм мы на самом деле точно не знаем здесь он как бы не античные авторы пишут о храме артемиды но вообще на на я это аккадская богиня войны то есть действительно как бы некоторая аналогия некоторый аналог греческой артемиды богиня воительница богиня охотница но она одновременно еще и богиня любви культ ее известен вот но где повторяю находилась это это святилище мы не знаем ибо когда царь пошел в персию и с ним войско которое казалось непобедимым они поражены были в храме на ней через обман употребленный жильцами на ней а именно когда антиох как бы намереваясь сочетаться с нею пришел на то место а бывшие с ним друзья пришли взять деньги как приданное да как бы он собирался сочетаться браком с богиней видимо имеется ввиду что он собирался сочетаться браком со жрицей этой богини это символизировала символизировала брак брак самой богини так вот жрецы на ней предложили их и антиох с немногими вошел во внутренность храма тогда они заключили храм как только вошел антиох и отворив потаенное отверстие в своде стали бросать камни и поразили предводителя и бывших с ним и рассекши на части и отрубив головы выбросили их находившимся снаружи во всем благословен бог наш предавший нечестивца вот это первое первое сообщение о том как о том как погиб антиох эпифан повторяю как бы нету 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 никакого точного аналога этому описанию в древних источниках которые до нас дошли что с одной стороны может свидетельствовать о том что этот рассказ является в достаточной мере аутентичным независимым от каких-то других источников с другой стороны есть исследователи которые полагают что возможно возможно здесь произошла контаминация двух персонажей двух образов антиоха эпифана и его отца антиоха третьего великого дело в том что по поводу антиоха третьего известно что в сто восемьдесят седьмом году то есть еще за двенадцать лет до прихода власти антиоха эпифана он погиб погиб когда попытался овладеть сокровищами храма бела вилонский храм который находился на территории современного ирана и он там погиб от рук местных жителей поэтому есть исследователи которые не исключают того что антиох что здесь в образе антиоха эпифана как бы слились образы отца и сына во всяком случае это описание наиболее краткое в котором есть конечно некоторый теологический посыл антиоха эпифан был наказан за святататство что называется мера за меру он осквернил иерусалимский храм и когда он вошел в языческий храм там его жрецы и убили обманув это таким образом одно описание теперь другое описание которое появляется в первой маковейской книге которую мы когда-то читали но мы прочтем его еще раз там говорится так между тем царь антиох проходя верхние области услышал что есть в персии город элимаис славящийся богатством серебром и золотом это конечно не точность никакого города элимаис нету а есть область элимаида которая является греческой формой известного нам термина элам да элам в свое время большое крупное сильное государство которое находилось на территории сегодняшнего ирана но после того как кир великий завоевал все эти территории она входила эта территория входила в область персидской империи поэтому здесь и говорится что это в персии и в нем храм весьма богатый есть там золотые покровы брони и оружие которые как-то тут сказано оставил там Александр со сын Филиппа царь Македонский первый воцарившийся над первый воцарившийся над эллинами да то есть как бы получается что антиох антиох пришел довершить то что то что сделал не доделал его великий предшественник Александр но но при этом Александр в первой маковейской книге предстает как фигура неоднозначная значит Александр в данном случае оставил дары оставил дары языческому храму а антиох хочет эти дары забрать да то есть он предстает здесь как жадный и совершенно неразборчивый правитель в отличие от своего великого предка и он пришел и старался взять этот город и ограбить его но не мог потому что намерение его стало известно жителям города они поднялись против него войною и он обратился в бегство и ушел оттуда с великой скорбью чтобы отправиться в Вавилон значит иными словами никаких то что объединяет предыдущее сообщение с тем которое мы читали сейчас это что антиох пытается входит в храм согласно этому сообщению чтобы его ограбить в первом сообщении об этом не говорится но судя по всему это и было его целью потому что он хотел поправить дела казны взять деньги как преданное и в результате погиб но тут в этом втором сообщении в первой макавейской книге народ не позволяет ему войти в храм это вовсе не жильцы а народ и антиох вынужден позорно бежать и уйти на запад в сторону вавилона тогда пришли пришел некто к нему в Персию с известием что ополчения ходившие в землю иуды обращены в бегство а как бы соединяются два негативных события с точки зрения антиоха он сам получил он сам потерпел поражение позорное поражение а кроме того восставшие иудея во главе с иудой макавеям нанесли поражение его воинству что тоже в общем является для него позором что лисий ходил с сильным войском впереди всех но был поражен иудеями и они усилились и оружием и войсками и многими добычами которые взяли от пораженных ими войск и что они разрушили мерзость которую он воздвиг над жертвенником в Иерусалиме а святилища по прежнему обнесли высокими стенами и также Бейтсур город его значит город который был стал некоторые переходил из рук в руки значит при этом я заранее отмечу мы потом еще будем об этом говорить согласно первой маковейской книге действительно очищение храма иудой происходит перед смертью антиоха эпифана согласно второй маковейской книге дело обстоит ровно наоборот и очищение храма следует за смертью антиоха эпифана видимо это не случайно да как бы автор второй маковейской книги мы будем об этом еще говорить хочет таким образом подчеркнуть что как бы смерть нечестивца является некоторым начальным шагом избавления от от языческой власти нечистоты и мерзости апофеоза этого очищения храма видимо первая маковейская книга отражает здесь более реальный порядок событий да значит когда царь услышал слова сии он сильно испугался и встревожился упал на постель и впал из неважения от печали что не сбылось так как он желал это описание которое не обязательно ну как бы мы не можем знать точно какой степени это описание реалистично но вообще оно как бы действительно отражает образ антиоха эпифана крайне неуравновешенного который впадает из одного состояния в другое возможно страдает чем-то вроде манией депрессии вот он как бы услышав во всем этом впал своего рода депрессию в изнеможение от печали и много дней пробыл он там ибо возобновлялась в нем сильная печаль он думал что умирает и созвал он всех друзей своих и сказал им удалился сон от глаз моих и изнемог сердцем от печали и сказал я в сердце моем до какой скорби дошел я и до какого великого смущения в котором нахожусь теперь а был я полезен и любимым во владычестве моем теперь же я вспоминаю о тех злодеяниях которые я совершил в Иерусалиме и как взял все находившиеся в нем золотые и серебряные сосуды и посылал истреблять обитающих лудей напрасно теперь я познаю что за это постигли меня эти беды и вот я погибаю от великой печали в чужой земле да в чужой земле подразумевается как бы часть империи антиоха но он как бы умирает не в своей столице не в антиохе теперь мы видим существенное отличие между той версией смерти которую мы читали и которую мы читаем сейчас да мало того что как бы смерть наступила при разных обстоятельствах что там антиох был побит камнями и погиб жрецами этой наней а здесь он умирает от депрессии бежав с позором из этого храма но кроме того как бы здесь гораздо более сильно проявляется некоторый теологический посыл там просто кратко говорится что это наказание антиоху за его нечестивое поведение а здесь он произносит некоторую речь вполне в духе таких вот греческих образцов и в этой речи он фактически признает это очень важно для автора первой маковейской книги он признает что смерть приходит ему фактически за совершенное им нечестие в Иерусалиме а теперь я познаю что за это постигли меня эти беды то есть он кается это в каком-то смысле раскаившийся грешник который осознал наличие божественного проведения вот но на этом автор первой маковейской книги останавливается мы увидим что во второй маковейской книге автор идет гораздо дальше в своем описании а после этого кратко сообщается что антиох призывает филиппа одного из своих друзей и ставит его правителем над всем царством своим дал ему венец и царскую одежду свой перстень чтобы он руководил антиохом сыном его и воспитывал его для царствования антиоху пятому был в тот момент было около десяти лет и умер царь антиох в 149 году как я уже и сказал это 164 год это вторая версия вторая версия теперь мы обратимся к версии третьей третья версия находится в девятой главе второй маковейской книги до которой мы дошли которая говорит о том что что антиох возвращался из своего персидского похода и при этом он вошел в город Персеполь это город очень известный это одна из древнейших столиц Персии еще в эпоху Ахименидов основанная Дарием Первым в свое время Александр Македонский завоевывая Персию практически разрушил этот город вот значит любопытно что эти две версии расходятся расходятся в локализации того места где антиох собирается ограбить храм в первой маковейской книге это гораздо восточнее вот это Элимаида Элам здесь это западнее это территория традиционная территория Персии и там он но как и во второй версии он покушается ограбить храм и овладеть городом поэтому сбежался народ и обратились к помощи оружия антиох обращенный жителями в бегство должен был со стыдом возвратиться назад это как бы совпадает совпадает со второй версией мы можем как бы зафиксировать что во всех трех версиях есть какая-то есть сюжетная линия связанная с тем что антиох пытается войти в храм то ли напрямую ограбить его то ли обмануть жрецов и забрать сокровища храма в качестве приданного и в результате сам падает жертва обмана вот он бежит но если в первой маковейской книге он держит путь в Вавилон то здесь он оказывается около Экбатана который является изначально территорией Мидии находившийся рядом с Персией это одна из это столица Мидии а впоследствии Экбатаны или как это названо на еврите в книгах Танаха Ахмета это летняя летняя резиденция персидских царей вот собственно туда антиох приходит и там он встречается со своими военачальниками там прошу прощения ему доносят о том что произошло что произошло с его военачальниками которые сражались в Иудее упомянутый в предыдущих главах Никанор и Тимофей поддерживший поражение Тимофей напомню вам согласно восьмой главе погиб был уничтожен убит а Никанор смог уйти на этот раз и вернулся и рассказал о том что иудеи иудеи непобедимы иудеи непобедимы значит воспылав гневом он думал выместить на иудеях зло обративших его в бегство поэтому приказал правящему колесницей непрестанно погонять и ускорять путешествие да как бы здесь во второй маковейской книге антиох собирается еще воевать с иудеями он не сразу впадает в это в эту тоску он наоборот буян злобой и желанием отомстить тогда как небесный суд уже следовал за ним ибо он сказал с высокомерием кладбищем для иудеев сделаю Иерусалим когда приду туда то есть он в таком вот в духе некоторых библейских пророчеств где языческие цари такие как царь Асирия или царь Бавилона ставят себя наравне с богами и как бы бросают вызов богу Израиля вот так и антиох здесь фактически бросает вызов богу Израиля говоря о том что Иерусалим превратится в кладбище но всевидящий господь бог Израиля поразил его неисцелимым и невидимым ударом как только кончил он эти слова а вот с кладбищем для иудеев сделал Иерусалим схватила его нестерпимая болезнь живота и жестокие внутренние муки здесь подчеркнуто что антиох не просто впал в депрессию в тоску от достигших его слуха поражения его армии а это прямое непосредственное вмешательство бога который поражает его болезнь примерно то что описано в Танахе в связи с Синахирибом осаждавшим Иерусалим где бог посылает ангела губителя и уничтожает 185 тысяч человек из его войска да вот как бы бог и здесь поражает самого антиоха таким вот жестоким ударом и как сказано здесь совершенно праведно ибо он многими необычайными муками терзал утробы других а это справедливое наказание он мучил других и видимо здесь подразумевается то что автор первой макавейской книги написать не мог подразумеваются те рассказы о мучениках праведниках которые приняли мученическую смерть за веру то что описывается в шестой и седьмой главах втором макавейской книги старец Эзар и мать и семеро сыновей которых ужасно пытали и мучили и вот теперь за это бог Израиля поражает антиоха но он по-прежнему не оставляет своей гордости своей гордыни и надменности но он нисколько не оставлял своей гордости еще более исполнился высокомерия дыша огнем ярости на иудеев и призывая ускорить свое путешествие мы видим что рассказ второй макавейской книги гораздо более подробные гораздо более драматичные он пытается довести это до некоего накала тем более страшным будет прозрение антиоха тогда случилось что он упал с колесницы которая неслась быстро и тяжким падением повредился члены тела поскольку он никак не мог внять предостережением то небесный суд уже как сказано было следовал за ним то постепенно шаг за шагом бог израиля вразумляет его теперь он как бы мало того что страдает внутренней болезнью но теперь он еще и поломал себе какие-то члены тела и тот который только что мнил по гордости более нежели человеческой повелевать волна моря и думал на весах взвесить высоты гор повержен был на землю и несен был на носилках показывая всем явную силу божью тут очень важно вот это повелевать волнам моря и на весах взвесить высоты гор это на самом деле скрытая цитата скрытая цитата из точнее это контаминация разных цитат да есть целый мотив канахи где бог усмиряет море и его волны это этот мотив появляется и в пророческой литературе и в псалмах и он является и в книге Иова и он является эхом древнего мифа о сотворении поскольку мы знаем о том что по всей древневосточной кумени был существовал ходил вот этот миф о сотворении согласно которому бог творец должен был поразить силу моря то есть силу морского хаоса который противостоял творению а в наиболее ясной форме этот миф отражен в очень известном вавилонском тексте инума элиш в день когда наверху где сражается верховный бог вавилонского пантеона мардук с богиней соленых вод тиамат и он побеждает ее и рассекшие ее побежденное погибшее тело из половины делает небеса из второй половины делает землю так творит мир так вот эхо этого мифа достигает нас в Танахе где неоднократно говорится о том что бог сотворяя мир должен был разрушить силу моря я приведу приведу пример такой пример в семьдесят четвертом псалме например говорится говорится следующее ты разрушил силой своей моря разбил головы танинов на воде и это описание продолжается продолжается и дальше говорится ата хинота маор ваша ты приуготовил светило ты установил границы земли ата и цапта кульбурот арет скальцева хор и фатай цартам ты создал лето и зиму а то есть сотворению мира предшествует вот эта борьба так вот на эту борьбу намекает здесь автор маковейской книги что же касается взвесить на весах высоты гор то это совершенно конкретная на этот раз цитата которая находится в сороковой главе книги пророка Исаии Шаяу и где говорится буквально следующее кто измерил горстью пядью воду и измерил мизинцем небеса вместе измерил прах земной и отвесом взвесил горы и холмы на весах вешакаль бапелес харим угваот бамознаем да вопрос конечно риторический это естественно бог который делает и вот здесь как бы скрытым образом цитируя этот стих цитируя этот стих как и другие стихи да автор таким образом говорит намекает на то что антиох эпифан мнил себя божеством что надо сказать является полной правдой повторяю что значит эпифан эпифан это по сути дела богоявленный явленный буквально явленный но имеется ввиду богоявление то есть как бы антиох он своего рода божество и вот это божество повергнуло он повержен был на землю и несен был на носилках показывая всем явную силу божию так что из тела нечестивца во множестве выползали черви еще у живого выпадали части тела от болезней и страданий смрад же зловоний от него был невыносим невыносим в целом войске надо сказать что это описание опять же вот это интересный такой момент автор второй маковейской книги с одной стороны с некоторым презрением относится грекам называет их как раз варварами мы это видели как бы стремится показать что ничтожный по сравнению с народом Израиля при этом он пишет на греческом языке при этом он использует греческую риторику и очень часто греческие мотивы потому что мы знаем что античные авторы нередко рассказывали о мучительной смерти всяких тиранов которые согласно этим описаниям умирали будучи изъеденными червями это в разных текстах в том числе в новом завете такого рода описания появляются и вот здесь это просто такой любопытный момент как у одного автора соединяется буквально в соседних стихах два соседних предложения с одной стороны библейские образы и мотивы а с другой стороны очевидные такие греческие античные мотивы и того который незадолго перед тем мечтал касаться звезд небесных никто не мог носить по причине невыносимого злоевония да опять таки касаться звезд небесных это тоже это тоже по сути дела по сути дела образ подчеркнуты из текстов библейских да вот например в книге пророка и шаяу описывается то ли царь ассирии то ли царь вавилона я не буду сейчас вникать в проблему этого текста написано что это царь вавилон но некоторые считают что это царь ассирии так или иначе он описывается следующим образом да он называется там таким странным выражением гилель гилель бен шахар то есть некая небесная звезда эх нафальта мишамаем гилель бен шахар как ты пал с небес гилель сын шахара нигда тала арец колеш аль гуим да ты срублен и пал на землю тот кто властвовал над народами да та амарта но ты то говорил бил вавха ты говорил сердце своем думал сердце своем ашамай мээле мималь я поднимусь к небесам наверх лехохвей эль аринкис и у звезд божественных я поставлю свой престол я буду трон мой будет находиться на божественной горе а и вот он тоже здесь автор второго муковейской книги использует эти образы да но тоже с таким как бы в таком вот карикатурном виде да тот кто мечтал тот кто был уверен в своей мощи да этот этот властитель не способен больше ни на что да никто не может даже приблизиться к нему он заживо гниет теперь то будучи сокрушен начал он оставлять свое великое высокомерие и приходить в познание когда по наказанию божьему страдания его усиливались каждой минуты да то есть автор второй муковейской книги стремится создать некоторый процесс эволюцию прозрения в первом муковейской книге все проще да он впал в депрессию и понял что это ему наказание здесь здесь он постепенно по мере усиления своих страданий начинает прозревать и говорить следующие вещи сам не в силах сносить своего зловония он так говорил праведно покоряться богу и смертному не должно думать высокомерно быть равным богу то есть он не просто признает как в первом муковейской книге что он наказан справедливо а он по сути дела смиряется перед богом он принимает власть бога нечестивец это уже от имени автора молил господа уже не миловавшего его да это как бы мало того что он покоряется перед богом но он начинает молиться богу израиля и говорил святой город который спешил я сравнять с землей и сделать кладбище объявляю свободным да он спешит исправить свои поступки да я объявы объявляю его свободным то есть возвращаю возвращаю иерусалиму и иудеям все их привилегии реально это произошло гораздо позже как мы помним еще из первой муковейской книги уже преемниках антиоха иудея в которых положил не удостоить погребения а выбрасывать вместе с детьми и их хищным птицам и зверям сделаю всех равных афининами надо сказать что опять же вот этот образ я не хотел удостоить их погребения а выбросить вместе с детьми хищным птицам и зверям это очень библейский образ да библейское одно из самых страшных библейских проклятий которое может пасть на человека это что он не удостоится нормальных нормальных похорон его тело будет выброшено зверям и птицам которые будут его поедать то есть это жуткое страшное оскорбление унижение особенно если речь идет о царях святой храм который прежде ограбил украшу отличнейшими дарами священные сосуды возвращу все еще в большем количестве необходимые для жертвы и сдержки буду производить из моих доходов то есть антиох эпифас здесь обещает обещает не просто вернуть все в статус-кво который был до его нападения на Иерусалим но еще больше даровать Иерусалим и вот здесь автор приходит к такой точке экстремума несколько неожиданной может быть для нас но очень существенной которая автору первой Маковейской книги видимо даже в голову не приходило сверх того говорит он 17 стих я сам сделаю иудеем и проходя по всякому обитаемому месту буду развещать силу Божию это такой очень важный элемент то есть фактически автор Маковейской книги говорит о желании Антиоха сделать гию теперь мы знаем что уже в библейских текстах мотив похожий на это уже как-то появляется мы видим что есть персонажи танахи и народцы которые провозглашают славу бога израиля и фактически принимают его власть так в торе таким персонажем является Итроп тесть Муше книги Иошуа таковой является Рахав в книге царей таковым является Нааман полководец арамейского царя которого исцеляет от проказы пророк Ильша и в более поздней литературе этот мотив переносится именно на царей так в книге Даниэля в книге Даниэля так ведет себя Навуходоносор царь Вавилона которого бог унизил заставил его в каком-то таком полузверином облике несколько лет питаться травой как бык и потом Навуходоносор провозглашает славу богу Израиля по всей видимости как мы когда-то говорили в рамках нашего курса здесь тоже произошла контоминация между Навуходоносором и последним царем Новоавилонского царства потомков Навуходоносора Набонидом в книге Даниэля же так ведет себя царь Дарий увидев чудо которое произошло с Даниэлем спасенным богом в логовище льва львов куда тот был брошен и кроме того но это конечно как бы такие легендарные сообщения но любопытно что даже в исторических текстах например Деврея Мим и книга Эзер царь Кир основатель Персидской империи представлен как тот кто является исполнителем Божьей воли и сознавая это отдает приказание отстроить Иерусалимский храм и отпустить народ Израиля изгнанников Израиля иудеи домой а пророк времени возвращения из Иерусалимского плена говорит называет Кира даже мессией помазанником Божьим так что это описание антиоха укладывается в эту традицию но оно в каком-то смысле является нечто большим чем-то большим потому что он говорит что он сделается иудеем где мы то есть примет полностью иудейский закон иудейскую веру мы видим в книге стер там говорится о том что персы будучи изумлены и перепуганы тем чудом которое произошло с народом Израиля в Персии становится как там сказано иудействующим в митьягадиме есть и в более поздней литературе описание того как инородец пораженный спасением Израиля принимает на себя еврейский закон так например в книге иудит аманитянский генерал Ахиор поступает таким образом и делает обрезание эпизоды такого рода да и вот в это в рамках этой традиции проявляется здесь и антиох эпифан но когда боли нисколько не умолялись ибо пришел уже на него праведный суд божий он отчаиваясь в себе написал иудеям письмо имевшее значение мольбы следующего содержания приводится некое письмо и историки и комментаторы книги спорят о том в какой мере это письмо может быть аутентичным документом дело в том что оно написано как раз в соответствии с в соответствии с как бы правилами эпистолярного жанра принятого в греческой культуре и в этом самом этом письме не очень много гипербол да то есть как бы вещи которые говорит в нем антиох они все таки в этом письме он не говорит о том что он хочет стать иудеем а что же он действительно говорит он говорит так царь военачальник антиох добрым иудеям гражданам много радоваться и здравствуйте и благоденствовать да значит да как бы такое стандартное начало письма да любезное обращение если вы здравствуйте с детьми вашими и дела ваши идут по вашему желанию то я вас даю богу величайшую благодарность возлагаю надежду на небо я же лежу в болезни и с любовью вспоминаю о вашей почтительности и благорасположении ко мне то есть он явно льстит явно льстит иудеем возвращаясь из пределов персии подвергшись тяжкой болезни я за нужное почел позаботиться об общей безопасности всех хотя я не отчаиваюсь себе имею полную надежду освободиться от болезни но знаю что я отец мой когда воевал в верхних странах объявил преемника дабы если последует что-нибудь неожиданно или объявлена будет какая невзгода и действительно я уже сказал антиох третий его отец в самом деле погиб во время персидского похода жители страны знали кому предоставлено правление и не приходили в смущение сверх того замечая что окрестные владетели и соседние с нашим государством наблюдают время и выжидают какой будет исход вполне возможно имеется в виду в первую очередь в Толемей четвертый в Египте и некоторые другие цари то я назначил царем сына моего антиоха которого я уже часто во время похода в верхней сатрапии весьма многим из вас припоручал и представлял и к нему я написал особо а значит кому именно он представлял и припоручал антиоха сказать трудно вполне возможно что это как раз некая гипербола которая вряд ли в реальности могла происходить поскольку антиох преследовал иудеев до сих пор вот но что касается самого назначения то это вполне реальная деталь мы видели ее и в первой маковейской книге и так убеждаю вас и прошу чтобы вы помним мои благодеяния вообще и в частности сохранили ваше теперешнее благорасположение ко мне и к сыну моему а значит какое какие благодеяния вообще и в частности сказать трудно понятно что опять же общий тон письма это лесть ибо я уверен что он следует моему желанию будет обращаться с вами милостиво и человеколюбиво что не совсем в реальности произошло и вот в заключение он говорит так так этот человекоубийца и богохульник претерпев тяжкие страдания какие причинял другим кончил жизнь на чужой стороне в горах самую жалкую смерть значит опять же мы говорили о том что это не совсем чужая сторона но часть империи но тем не менее он умирает не в столице тело же его как здесь сказано привез филипп тот самый филипп которому которого антиоха эпифан согласно первой матовической книге назначил как бы опекуном своего сына вот и который боясь сына антиохова удалился в египет да это на самом деле он предупреждает более поздние события поскольку согласно первой маковейской книге то что мы знаем оттуда филипп вошел в антиохию с войском и занял ее а потом лисий его оттуда выбил и тогда филипп был вынужден действительно бежать и ушел в египет этим заканчивается третья версия прежде всего подытожим и после этого я скажу несколько слов о тех версиях которые имеются вне маковейских книг значит итак общее во всех версиях это что болезнь или поражение настигает антиоха в тот момент когда он пытается зайти в некий языческий храм судя по всему с целью ограбить его забрать оттуда его сокровищ во всех трех источниках утверждается что это кара антиоху за то что она сквернила русалимский храм на этом сходство трех источников заканчивается и дальше начинаются различия потому что в первом источнике антиох гибнет от рук жрецов богини которые закидали его камнями прямо в храме в то время как во второй во втором и в третьем источнике антиох едет ему удается убежать оттуда и во втором и в третьем источнике в обоих случаях говорится что народ поднялся против него чтобы защитить храм и антиох терпит поражение и бежит места которые указаны в первой и второй маковейской книге книги разные но он доходит до некого места и дальше с ним что-то происходит по первой маковейской книге узнав о том что он не только здесь терпит поражение но и в аудее он потерпел поражение антиох эпифан впадает депрессию во второй маковейской книге антиох узнав о поражениях его полководцев полководцев иудеи наполняется надменностью и яростью и хочет самолично руководить своим войском иудеи и наказать иудеев превратить иерусалим в кладбище в обоих источниках антиоха поражает болезнь но снова в первом источнике это болезнь душевного свойства он умирает от тоски от депрессии во втором точнее в третьем нашем источнике антиоха поражает сам бог сначала внутренней физической болезнью затем поражает его тем что он падает с колесницы антиох только после того что со всех сторон он изнутри и извне его бьют и он гниет заживо только после этого он понимает что он никакой не бог а ничтожество да и он согласно согласно в первом маковейской книге он просто понимает что он терпит кару за свои нечестивые поступки согласно второй маковейской книге он понимает что он возносился как бог а на самом деле он не стоит ничего он желает загладить свои поступки и все вернуть и построить разрушенный Иерусалим и хочет даже стать иудеем но это ему уже не дано и в результате несмотря на надежду выздороветь он умирает на чужой стороне во всех трех источниках он умирает на чужой стороне в двух последних источниках успевает назначить своего малолетнего сына наследник понятно что вторая маковейская книга в этом смысле последний наш источник наиболее как бы ангажирован в нем теология явлена в гораздо большей степени и для него крайне важно подчеркнуть что тот кто топтал еврейскую веру и привел к мученической смерти еврейских праведников он терпит не просто мученическую смерть но он понимает он мучается стыдом и понимает что все что он сделал это противобожественные поступки и если бы была дана ему возможность он бы сам присоединился к народу Израиля это как бы деталь отличающая вторую книгу от первой маковейской книги автор совершенно не стремится к тому чтобы антиох или кто бы то ни было другой из инородцев присоединился к Израилю для него все инородцы это враги а также врагами являются эллинизаторы примкнувшие к ним их надо победить поскольку опять же как мы не раз говорили речь там идет о писателе который пишет в эпоху в эпоху когда существует еврейское независимое государство царство хасманеев и он как бы является судя по всему придворным писателем возможно нечто подобное будет написано через некоторое время после окончания войны Израиля с Хамасом кто знает вот второй автор второй макаринской книги это житель диаспоры и для него крайне важно доказать что те кто проявляют надменность и презрение по отношению к народу Израиля они же потом и признают его величие величие его бога практически то же самое мы наблюдаем и в той же книге эстерп там бог буквально несколько слов о том что нам известно из других источников на самом деле на самом деле нам известно не очень много мы знаем что практически все авторы античные в том числе Флавий и Иосиф тоже рассказывают о попытке ограбить храм языческий храм разные авторы по-разному описывают что произошло что произошло с антиохом после этого значит кто-то говорит что он умер от истощения кто-то говорит что он умер от тоски кто-то просто говорит что смерть его была позорной смерти кто-то говорит что он пытался ограбить ограбить храм Артемиды или храм Дианы значит кто-то говорит что он действительно погиб от рук местных жителей наш как бы сказать наш автор иосиф флавий флавий иосиф который знает как маковейские книги так и то что писали античные авторы он частности спорит с ними и говорит следующая вещь я не могу не выразить здесь своего удивления по поводу того что полибий человек вполне надежный известный историк римско-греческого происхождения уверяет будто антиох умер вследствие желания своего разграбить храм персидской артемиды ведь человек задумав что-либо но не приведя этого в исполнение еще не достоин за это такого наказания поэтому если полибий желал именно в этом обстоятельстве видеть причину смерти антиоха то гораздо убедительнее будет принять что он умер вследствие разграбления иерусалимского храма впрочем по этому поводу я не стану спорить с теми кто признал бы мнение полибия более правильным чем наше то есть как бы понятно что во флаве иосиф будучи евреем он как бы ставит во главу угла именно именно то обстоятельство что антиох епифан разграбил иерусалимский храм и за это погиб античные авторы нееврейского происхождения не считаю по понятным причинам не считают это какой-то главной причиной смерти антиоха епифана ну здесь я поставлю точку выражу надежду что подобно антиоху епифану погибнут и другие враги народа Израиля и что смерть их будет не менее позорно и тяжко чем смерть антиоха епифана вот когда это произойдет на этот вопрос мы к сожалению ответить не можем но с другой стороны мы видели я не хочу делать никаких теологических выкладок но с другой стороны мы видели на днях гибель одного из таких врагов Израиля президента Ирана хочется надеяться что по его следам пойдут и остальные здесь я завершу наш разговор и предоставляю вам возможность задать вопросы сделать замечания пожалуйста народ есть вопросы вопросы замечания если можно вопрос в как это как вот то что то что есть перекликается с с то что произошло с антиохом третьим с антиохом великим ну это то с чего я начал фактически есть исследователи которые считают что вот первое первый наш источник который мы читали который находится в предисловии ко второй маковейской книге это как бы отдельный текст который говорит о том что антиох четвертый погиб от рук от рук жрецов в храме это по мнению некоторых результат возможно контаминации сын образов сына и отца потому что как я говорил 187 году антиох великий погиб при попытке завладеть сокровищницей храма находившегося действительно на территории элама погиб от рук местных жителей там правда об этом рассказывают такие авторы как страбон как диодор и юстин мученик христианский автор вот значит там правда не говорится о том что жрецы забили камнями этот мотив эксклюзивный он есть только здесь ни в каком другом месте но вот про антиоха третьего рассказывают про то что он принял смерть когда попытался ограбить языческий храм вот так что возможно что это действительно коррелирует с первым описанием там почему еще просто возникла еще одна параллель вот сейчас ну сейчас я знаю сейчас идет битва за рафиях да так вот крупнейшая битва вот до того времени до войны войны диодохов между селевкидами и птолемеями была как раз рафияхе в 217 году да вот где где вот как раз антиоха третья потерпел поражение ну смотрите да это вот это именно в том месте это крупнейшая битва вот до того времени до вот до этого до этого года который вообще когда-либо была то есть по количеству сражавшихся ну хорошо что это вспомнил действительно очень уместно вспомнить вот хотя это не не связано со смертью того же антиоха антиох третий погиб позже вот но ну да это такая любопытная любопытная параллель спасибо алекс да все есть еще какие-нибудь вопросы замечания очень надеемся что озвученные процессы они не минуют и судьи в гаге тоже да да это было бы совсем не бесполезно да это был бы желательный процесс окей им тоже надо не обязательно идиюры я думаю не обязательно идиюру подталкивать можно какие-то более простые пути окей то спасибо большое за внимание и до встречи на следующей неделе тогда спасибо спасибо огромное счастливо пока спасибо спасибо пока